АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, правда гениальная музыка звучала в перерыве и дома? Гениальная, гениальная. Гениальная, я сказал, автор этой музыки Евгений Быков, да. И как говорил один из приятелей Евгений Николаевича Быкова, конференциал, он говорит, если вы хотите сегодня домой нести частичку тепла в сегодняшнем концерте, наши диски продаются в год. Это как бы руководство к действию. Раз. Второе. 24-го... Я же не к тому это сказал. Поздно. Поздно, да. Ты уходишь как козырка. 24-го апреля здесь состоится гениальный совершенно концерт гениального человека. Ребята, я этого человека очень люблю и обожаю. Это Леночка Казанцева. Это совершенно феерический, фантастический поэт настоящий, для который мир прессуется в какие-то, не знаю, знаки, символы, ощущения. И она... Вот если наш нормальный бард делает отделение 12-15 песен, казался поэт 63. Потому что вот ей хватает... Спасибо. Ей хватает, вот не знаю, двух, трех, строк, четырех, чтобы выразить такую глубокую мысль. Я когда я впервые услышал, я просто обалдел. Сейчас она счастливо вышла замуж, слава Богу, и она забросила все эти дела, именуемые авторские песни, к счастью. К несчастью, у Василия Шмакову ей сказал, что Леночка, в Гнездополхаря все-таки надо приехать. И она приезжает 24 апреля. Не пожалеется. Это явление, действительно. И еще одно объявление. 6 марта, то есть... Скоро. Как ты быстро считаешь, Леночка. Состоится долгожданная для меня премьера. Два года. Год. У нас год за два. Год с небольшим. В прошлом году, 17 февраля, пытались мы открыться... Не, открылись. Что потребовалось для этого? Потребовалось, чтобы Гнездополхаря переехало наконец-то сюда. Чтобы открылся малый зал, который еще не открылся. Но там уже такое. Сегодня ребята были. Там со 2 марта начинаются уже концерты. И только там больше нигде. Вы знаете, я немножко расскажу о том, что будет 6 марта. И вообще раз в месяц это так называемый Лас Пегас. Лас Леонид Сан Сергеев. А Пегас или Пегас кому как угодно. Кому как ближе. Будет и то, и то, и то, и то. Но, вы знаете, очень хотелось с детства создать секту. Хорошая смыть этого слова. То есть, вот мы залезем туда 6 марта. Это не значит, что мы вылезем оттуда там в 2035 году. Нет. Песен бы хватило. Неважно. Вот очень хочется создать некую общность. Вот философия какая? Философия очень простая. Если раньше я выходил и пел одни и те же песни для сменяемого количества людей. Для сменяемой кубрики. Ну, так всегда было. Так всегда. Здесь захотелось почему-то сделать, чтобы люди были одни и те же. А каждый раз все разное. Программы разные. Это уже что-то вот... Я очень хочу, чтобы это вышло за рамки авторской песни. Там будет все. И то, и то, и то, и то. И классика, и, я не знаю, и попса. Если этого потребуют обстоятельства. Все-таки мое историческое образование не дает покоя. Я на историческом, так сказать, материале все это строю. Евгений Николаевич человек очень рукастый. Помимо того, что он гениальный музыкант, он еще гениальный... Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-мастер. Там будет все. Знаете, там будут и... Я там цех открываю по производству мивели. В общем, я не буду вам рассказывать. Я очень хочу, чтобы те, кто придет 6-го, они просто верили мне, как главному сектору. Хорошо, в смысле этого слова. У нас будут свои названия, свои имена, мы дверь колом приобрем и не выйдем гораздо дальше, до 2056 года. Это, конечно, шутка, но 6-го марта, к счастью, через год с небольшим, Лас-Пегас откроет свои двери. Я приглашаю вас. Ну, а сейчас вторая часть пытошного марлезонского балета. И мы начинаем с песни, которую я действительно тысячу лет не пел, но тем не менее ее попросили, и я ее вспомнил. Для того запоминаем лица, чтобы их случайно позабыть. Для того хотим воды напиться, чтобы острие жажду ощутить. Белым снегом отлетят и метели, темным ливнем кончится весна. Наши лица не помолодели, чуть повлекли, видимо, со сна. Руку друга помним на ладони, Руки, милые, помним на плечах. Позади бесцельные погонни, Впереди не гаснущий очаг. Вроде бы, пора остепениться, Вроде бы, пора других учить. Для того запоминаем лица, Чтобы острее разлуку ощутить. Примерность того же времени. На Версальский дворец Опускается вечер. По золоту огней По паркету бежит. В королевском дворце Зажигаются свечи. И печальный скрип Прозрачно звучит. Белоснежная ручка В пленительном танце Чаровеки дворные Репьянящие напея. И таинственно Кружатся в банном Убранстве Неземные узоры Разнесется по свету На картине старинной Лунной Опускается вечер. На старой Версаль. Аплодисменты Аплодисменты Какие настроения Извлеклись И в глубин памяти. Спасибо вам. Ну и Когда вот Попросили спеть эту песню Я был Честно говоря Очень рад. Вы видите Насколько Насколько Голубин Исполнялся Эта песня. Все. Не помогать А я так уже Попривык. В маленьком Кровном уголке Где-то На окраине Души Посиди Немножечко В теньке Вылезать наружу И спеши Подожди Пока Откроет Дверь Кинозал Повторного Кино И увидишь Только ты Поверь Сон Который Виделся Давно Небольшой Одна серия Черно-белый И о прошлом Где все Жилы И здоровы И тебе Немного лет Незнакомая Фигурка В сарафанчике В сарафанчике В сарафанчике И гостерная Память Это снится Или нет В сонном Толпе Но всегда Весена Все вокруг Смеются Просто так Просто в этом Сне Не до сна Не заснуть Весною Им никак И еще Умеют Все Летать И клянув Запомнить И любить Но никто Не будет Вспоминать Но никто Не сможет Позабыть Небольшой Одна серия Чем На береге Прошло Где все Живы И здоровы И тебе Немного лет Незнакомая Фигурка В сарафанчике В горошину И растерянная Поглазь О киснице Летит И рука В твоей руке И уж больше Некуда Спешить В маленьком Кругл В уголке Где-то На окраине Души Небольшое Население Черно-беды И оброшен И все Живы И здоровы И тебе Немного лет Незнакомая Фигурка В сарафанчике Гороши Затерянная Немного лет Это снится Или нет Поглазь Поглазь АПЛОДИСМЕНТЫ На декабрьской мастер-будке, Драпированной снегами, Пьяный дедушка Мороз С прохудившим себе школой, Красный нос, конечно, свой. А в мешках, что под глазами, Есть местечко и для слез, Убегающих тайков. Ветер времени суров, Он не знает сострадания, Он швыряет колкий синяк, Напобитый молью плиз, Им не лучшим из миров. На задворках мироздания Одинокий человек Согреваясь бьет на без. Непонятная страна, Непонятная погода, Ветер сам уже подмёрз, Забывает из-под арки, И снежина, чья мошка В душу норовит залезть, И выпивали дед Мороз. Потому как нет подарков, Потерялись из мешка Стыд и совесть, Ум и честь. Вот такая вот зима, На затворках мироздания, Нескончаемый закат, Очень средние полосы, Равнодушные дома, И исчезла со страдами, И спешат, 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 Все спешат назад часы, И спешат, 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 Все спешат, спешат, спешат. Сейчас будет довольно страшный эксперимент, Потому что следующее произведение я не пел практически вообще никогда, раза в три в жизни. Всего. Потому что когда я написал эту оперу под названием «Футбол», Ее сразу стал петь Олег Григорьевич Митяев, Еще когда был Олегом Митяевым, Он тогда ее спел, Он даже включил ее в свою дипломную работу, Вот, по песням Вячеславовича Кима и Маима, Когда он еще учился в Абгиге. Потом не пел ни Митяев, ни я, Но поступила заявка, Ну, мы знаем многое человека, Но, как говорится, Ну, шо ж поделать. Итак, опера «Футбол». В отличие от оперы Тимура Султановича Шаова, Который написал конкретно по поводу, Когда наши аба, Аба проигрались, Да, в Японии, Южной, извините, Кореи, Это добрая опера, Это как бы такая, Написано 154 года назад, Я тут даже написал слова, Я их не вижу, все равно постараюсь. Итак, опера «Футбол». Прошу делать скидку на возраст исполняющего. Комментатор. Внимание, 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 Включаем ретранслятор ПТС, А так как счет не знаем мы заранее, Игра приобретает интерес. Между прочим, да, По поводу договорных матч, Тогда такого нет, нет, Мы просто не знали. Направо гости майка красно-белая, Налево мы зеленые со скрой, На стадионе за его пределами Следят 120 тысяч за игрой. У них силен в атаке форвард батюшки, У нас силен вратарь Иван Столбов, У них силен в атаке форвард батюшки, У нас силен защитник вновь. Как написано, так и пою, извините. Значит, судья собирает капитан в команду. Слово скажет кто-то там пенальти, А заспорит сразу удалю. Вы вот так командам передайте, Знаете, я ведь шуток не люблю. Это свисток. Начинается игра. Какой момент, какой момент, А вот и первый инцидент. Какой момент, какой момент, А вот и первый инцидент. Наш. А я не виноват, он сам такой с рождения, А сам хромается лошади упал, А я вообще не помню столкновения, А я вообще-то позже подбежал. Судья. Карточка желтая, очень потертая, Отпасная дома употребления. Пуцей под ложечку и за подножечку Вам объявляю я предупреждение. Игрок их. Ой, маха, маха, Ой, минист, минист, Пуцей по мозгам, Где наш пеналитист? Наш тренер. Почему не играете в гость? Где же ваша спортивная злость? Комментатор. А время в первом тайме истыкает, Судья, наверное, даст минут три. Гляди-ка, он пенальти назначает, И гости будут бить. Ну ты смотри. Вратарь. Ох ты, лишь бы не в девятку. Да и низом все равно. Ух ты, бутсу сорок пятый. Ой, на это штаб не повезло. Штаб не пенальтист. Штаб убить нельзя. Сломай. Да и вратарь за ней стоит. СМЕХ 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 У него семья большая. СМЕХ 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 А он, наверное, хочет жить. Тем не менее разбегается, бьет мяч, попадает в судью, судья у вратаря, и с сеткой оказывается на пятнадцатом ряду, комментатор. Гляди, ну как у нас тут интересно. Жаль, что заканчивать пора. Наши ушли с предпоследнего места вниз на очко. Ну, в запасе игра. Ну, будем считать, что... Ну, вообще-то там так и было. Я ничего не придумывал лишнего вообще. Еще Олег Григорьевич поет без последнего комментаторского этого... С предпоследнего места вниз на очко. Витяева-то. Так, следующее. Тоже вспомнили, собственно, и не собирался-то петь. Песни про секс-шоп. Ну, а для этого предыстория, история-предыстория, значит... Я не буду рассказывать, что всех шок выходили с Полей Лукинским и с Игорем Христенко. Вот вроде сейчас мелькает. Когда Христенко недавно христиал пародию на Лену Ваенгу, я валялся вообще. Как гад похудел. Вот что у меня было. По-моему, в корсете был. Так что я его знаю как человека склонного. А тут вдруг такой бегает, затянутый, там что-то ножками топает. Ну, ладно. В связи с этим вспомнил просто историю, которая была в той же Барселоне, когда мы как-то в круизе приплыли, и среди людей на бароходе был человек. У него какая-то фирма была такая строительная, маленькая, московская. И он все время спрашивал, вот мы приплываем в Грецию, он говорит, перед тем, как на берег спуститься, он говорит, «Как во греческий туалет?» Он говорит, «Туалет». Видно, что добавился. Во Францию. Как во французском «туалет»? «Туалет». «А, да, да, да. Туалет». Собирал, по-моему, слово «туалет» на разных языках. Ответ был один. И когда, значит, в Барселоне нас поставили на пятый причал, не на первый, бульвар Рамбла, статуя Коломбо, и ему сказали, «Вова, ты вот сойдешь по Трапову, там будет стоять такси, в ней, наверное, будет сидеть Испальник». «Ты вот зажми 120 песет, тогда еще песеты были, тогда еще Испания не входила. Ни больше, ни меньше, ни 119, ни 121. Вот зажми, и вот скажи ему два слова. Бульвар Рамбла». Он тебя довезет, высыпешь эти песеты, и все. «Вову ночь учил, значит, бульвар Рамбла», эти два слова. И как туалет на испанский, «Туалет, ау, нужно же заучить». Утро Вова вышел, спустился, действительно стояла машина, сидел Испанец, Вова сел, сказал, «Бульвар Рамбла». Таксист сказал, «О, они через минуту 20 секунд, они были, бульвар Рамбла, объехать просто пирс надо». И, значит, таксист произнес какую-то странную испанскую фразу. Вова ее дослушала до конца, и так на «Эсперанто» спросила, «Че?». Шофер не знал «Эсперанто». Но мы поняли, что Вова тоже не знает испанского. Он вынул блокнот и написал 140. Вову посмотрел на 140. И вот здесь включается вот… Понимаете, я, как вспоминаю эту историю, я анализирую, я себя представляю на этом месте. Я бы, наверное, достал деньги, я бы дал ему 140, все, и вышло. Нифига, Вову было зажато 120. И Вове сказали, не 119, не 125. И Вове сделал гениальное движение. Он сделал так. Я не думаю, что водитель знал этот жест. В разных странах он обозначает скорость. Но он понял, то есть энергетический посыл был хороший. После чё, тем более. Он понял, что что-то не так. Он зачерпнул 140, написал 130. Но тут Вова уже был на верном пути. Он сделал так. Вот уже водитель понял, что он на верном пути. Он уверенно зачерпнул 130 и каллиграфически вывел 120. Тут Вова из потной ладошки высохнул этот 120 бесед. Водитель, перекрестившись внутрь, не принял этот дар Божий. Когда Вова стал влезать из машины, водитель ему сказал, «Синьор, чё сказал?» Водитель сказал, «Окей». Я не знаю, существует ли до сих пор этот жест среди марселонских водителей? Я думаю, да. Потому что это было такое потрясение, о котором человек мне рассказать не мог. Примерно такое же потрясение испытали Коля Лукинский, Игорева и Стенка и я. Я был главным, потому что я был в Круизе тогда второй раз в жизни, в 1991 год. А они были первые. Значит, Коля Лукинский – боксер, он победил всех, король ринга, сошел с ума, он носит пояс с собой, и на всех своих выступлениях он поет песню там, «Я бил Джабурде по бороде, таранде, по Катманде». Что-то песню даже написал. Он всех побил, ему дали мотоцикл и пояс. А тогда он был первый раз за рубежом вообще, а я второй. И мы пошли, мы пришли, и мы увидели. Главное, что нас там испугало, Коля тогда жил в Смоленске, а в Смоленске такого не было, стеллаж, где были изображены, тогда же были видеокассеты, часто их уже нет, сейчас диски, и то уже, а вот что на лесу уже на флешке, вот какую фотографию разместись на флешке, носитель будущего, недалекого, именно что недалекого. А там же берешь кассету в руки, маришь вещь, вот она вся такая. И вот мы как посмотрели, а последний ряд были эти, я их называю мужчины-женщины одновременно, а в Смоленске таких тогда не было. Лука, он был гениальный человек, он бизнесмен по крое, по сути, он как-то закупил в Египте партию туфель, стал продавать в Смоленске, потом бегал недели две по трансформаторной будке, его хотели убить, потому что туфли оказались для покойников. Но он об этом узнал, когда первые 100 человек принесли назад, разорвав подошву из картона. Да, и вот он пришел в секс-шоп. Я опасался, что он там убьет этих продавцов, но тем не менее. Песня-репортаж. Ни слова лжи. Сегодня внутренне и внешне хорошо, сегодня все пьяны и даже без вина, сегодня Колька собирается в секс-шоп, сегодня радостно лицел друганах, глядит на стрелки часовые, ну же, ну же, наводит стрелки на вельветовых штанах, и даже в этом гражданин, а также муж, и все такие же у Кольки в друганах, и мы идем гуляем молча, не спеша, напряжены, но виду мы не подаем, а птичка в клетке где-то там стучит душа, а ну не сдюжим и державу подведем, а вот и шоп, точнее, трудно рассчитать, заходим к цеплю, как в горах, когда буржит, рука в кармане обхватила рукоять, чё-чё, ну, в общем-то, что там лежит, а он стоит, примерно будет нам попрочь, отполированный, ну что ты, как живой, и Колька шепчет, еле слышно, не забудь, а сам с лица сменился, парень сам не свой, я гадом буду, не забуду, слышь, колян, мы подтянулись и вошли, как на парад, и Колька шел, как представитель всех смолян, а там заразы, хоть и лежа она стоят, и вот такие, и такие, и еще, вот длинноствольный, будто палку проглотил, а вот и лысый, ну, ни дать, ни взять, хрущев, а вот чернявый, будто кто его коптил, а вот и устройство для желания извне, а вот и гайка, чтоб законтрить изнутри, и только слышен Колькин шепот, братцы, нет, ну, как же в жизни не бывает, посмотри, мы посмотрели, обалдели, вот те хрен, стоим и думаем, чё-то здесь не то, сидит девчоночка с грудями до колен, но, правда, девка не живая, на фото, а рядом негра, будто девушка с веслом, но там весло, а здесь как есть на трех ногах, а рядом тетку так, ребят, развесло, что можно целый взвод упрятать в сапогах, колен присел, видать, ногами ослабел, и вдруг кричит, и мы к нему ныряем вниз, а там написано, красотка, а на бел, ну, мы как глянули, вообще оторвались, вот так вот смотришь, да, чувиха, все, при ней, шестой размер, помада, кудри, алчный рот, а так вот гляну, ой, ребята, ей же ей, крупнокалиберный немецкий пулемет, колен кричит, ядренно, ваш фотомонтаж, шатерх, а ну, разок, и бойца путем, тут продавцы на нас пошли на абордаж, а мы стоим в спинах, спине, у мачты все втроем, они не знали, что товарищ наш боксер, они раскрылись, будто дремы корабля, он бил за родину, за братьев и сестер, бил за березки и радовные тополя, бил от души, в которой сохнет маята, бил за великую из всех великих стран, он на ночь высосал бутылку без винта, скрипел зубами и кричал, но пасаранк! Ребята, все так и было, а если учесть, что с нами была еще делегация Свердловского автодора, которая не пошла в секшот только потому, что перед этим на острове Гранада они смотрели на 87-летнюю немку, которая загорала топлес, они выкрыли 10 пачек беломура вокруг нее, поддернули семейные трусы и пили три ночи и три дня, поэтому они физически не смогли с нами пойти, но мы к ним присоединились, Коля не пьянел, вот после этого он всех, знаете, потрясением, так, Николай, что у нас там дальше пожелали люди? О! Перелом на столе? Перелом, да, и живем на переломе, Палка-палка, Огуречек, Огуречек-человечек, Он стоит, поддернув плечи, Но выглядел вот он, И давно закончен вечер, И давно затихли речи, И таинственные предтечи Подстало уже давно, Чтоб не выбрали печали, Чтоб не выбрали печали, Чтоб черти не качали, Чтоб жены не ворчали, Пьем, как черт в беде, Пьем, и любишь крепкий чай, И пока не укачали, Чаем в поисках причала, Где не чая не скончалась, Чай-то чистая печаль, Запятая точка-точка Человечка на листочке А под ним неровной строчкой Хочешь бил, а хочешь нет В результате в чахах бил Положили перец чили И в итоге получили На себе дадим ответ Что-то вырос в печали Ведь на черте мы качали Что-то все мы подустали И печали нет конца Зарахурились в ночах На кого-то все кричали Все кого-то обличали И остались без лица Запятая точка-талка Стародавняя считалка Кресло бывшая качалка Человечек под дождем Вечер долг, век конечен И таинственные предтечи Всех забыл до новых встреч На которой ты живешь Не печалься, печали Не печалься, печали Беспечали, но скучай И не часто бы встречались Чтоб закончилась она А так сидим и не скучай Наливаясь крепким чаем И приятно нас качать В нашей жизни глубина А так сидим и не скучай Наливаясь крепким чаем И печали нас качать В нашей жизни глубина Подостав от одиночества Отправляйся в мир иной Где спешит твое высочество На свидание со мной И молодая-то пригожая Чего-то убрана со лба А может просто прохожая А может ты моя суда А за замызгнанными оконами То закат, а то восход Сверху кто-то ножкой топает А снизу дождик идет И не-не-не-не общество Тишина и благодать И чего-то очень хочется Да и никак не угадать Наконец, моя хорошая Мы останемся вдвоем И негадом, да не прошено Мы с тобою запоем За журчим ручьями Вешаньями переполненной души Вой святофель и грешный пыль Слушай, слушай, напиши А как кончится пророчество А как кончится слеза Возвращаюсь в одиночество Возвращаюсь я назад В неизменно-неизмерное Что ее тип словит рот В суверенность уяверное Где родился и умру А я все чьи-то ноги топаю Да на закат, а на восход А за замызгнанными оконами Там все ложечки идет И не обществу Тишина и благодать И чего-то очень хруст Да и никак не угадать И никак не угадать В перелеском леса По пыли, по полю Старую дорогу Гонят барабаны серые полки И судьба сулила Дальнюю дорогу Хлопоты литковые Умновый интерес Их судьба крестила На чужих порогах Дождичком свинцовым В спину под обрез Их судьба крестила На чужих порогах Дождичком свинцовым В спину под обрез Дыры на мундире В ранох оборабатываны Но хотят напиться Ржавые штыки Отче наш за Богом Далека дорога Тяжелые приклады Болы и легки Отче наш за Богом Далека дорога Тяжелые приклады Болы и легки Перед лесом Лесом По пыли, по полю Старую дорогу В луне заходить За попутным ветром За далекой долей Гонят барабаны Северные полки За попутным ветром За далекой долей Гонят барабаны Ну и, естественно, просили Гонят барабаны Северные полки Стоит колоколь Стоит колоколь Ах, воровушки Плещутся в пыли Дмитрия Горохова До сержанта Мохова Для сего от воровушки Взяли Да нашли Тот старший Крупенька Говорит мне Томенька Чтоб я принял Смертушку За честной народ Чтоб на колоколе Захлебнуться Захлебнуться Кровушкой Раз такой Разый Этот Суткин кот Я к своей Винточке Крепко Штиль Приложила За сапог Засовывал Старики Нога В славу Третьей Степени Да медаль Отварку Слева Клал Старушки Глубоко В карман Мне Сухарик Подали Мне Чанарин Грусил Мне Старшой Крупенников Фляжку Обрастал Я И Испробовал Вспомнил Маму Родную Да По полю Родному Быстро Побежал А На колоколь Сухин Кот Занервничал Стал Меня Выцеливать Чтоб Наверняка Гряд Цариночка Малая Песчиночка В глаз Попала Люто Дернул 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 Пулем Пулем Песчино Песчино Дернул Дернул Песчино Дернул 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Ты засинешь в своих валанах, Буду я плутать по тьмах, Да не дай Бог, на топля ветер бросит. Старый бакин, как часы, Усмехается в усы, Не расчесывают их гребнем волны. Как последний солнцу луч Не вернется из-за туч, Вот тогда зажгу огонь, свинечки пол. Как последний солнцу луч Не вернется из-за туч, Вот тогда зажгу огонь, свинечки пол. На реке огонь горит, На борже матрос стоит, Я машу ему рукой, Словно в детстве. И боржа прошла уже И спокойно на душе. Не гаси огонь, дай погреться. И боржа прошла уже И спокойно на душе. Не гаси огонь, дай погреться. Не гаси огонь, дай погреться. Старый дом, по-моему, все из одного блокнота вытранно. Так, старый дом, очень хочется услышать заплыв. Зима, какой заплыв, повисни. Свадьба, один, два, три, четыре, не-не-не. Сойдемся на пяти. Пятая. Отлично, ура. Заплыв. Ну, понимаете, заплыв я ж не вспомню сейчас заплыв. Прошу вас. Спасибо. Так, ну ладно. Я сейчас попробую вспомнить. Господи, крест нести надо до конца. Все, записки больше не принимаются. Однажды я и кореш мой зарега, как водится на охрип, близ немного. И чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз мокнуться в море. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул, я знаю, но я думаю, от наших берегов. Подходим к морюши. Понимаете, песня была написана в судаке, это была Украина, тогда еще общее пространство, а сейчас я уже думаю, когда пою. Подходим к морюши. Подходим к морюши, давать дали. Основным белькам, остался позади родной союз. Ах, ты контр из берега, глядяй. И нас, Серега, блин, забрыть хотеть. А я кричу, ну не, живым не сдамся. Тогда еще комедиклаба не было, поэтому кричали. Ну не, живым не сдамся-то. Серега тоже молча не отстал себе Покрыл их в три креста и в две дыры Они на нас направили стволы А ветер сволочь дул и шохли шеи Серега сразу вспомнил о них сверстей его Но мы от них ушли под нос песнями Да разве не сравнится в году с нами? Но тут возник сухополичный спор Что это, Дарданилы или Босфор? Серега встал стеною за Босфор Но тут пролился тоже турецкий хор На берег вышли, а город иностранный И день у них, как видно, нынче панный Все ночь с полотенцем на башке Стамбул прочел Серегу на флажке Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов Я был в любви Сереги, он не нов Идем, глядим, не город, а восторг А на трусофирный казачный торф Вдруг пилить нам мадаму о паранже А нам не ловко, вроде в неглиже Серега сразу метхен, вроде шон Но тут ее папаш подошел Он нам кричал обидные слова Но это мы не поняли сперва Когда на нас дошло, что смысл суров Серега отдал ему промеж рогов Вокруг толпа из воли расти А я считал, стоял до девяти При счете три мужик и два вздохнул При счете восемь ноги протянул При счете девять их пришел бельтон И мы с Серегой ломанули вон Мы плыли, ветер был у нас в трусах За нами казино со два часа Но нас они не взяли на испуг В здоровом теле ведь здоровый дух Мы дома как приятно, черт возьми Жану с колесером до восьми Аплодисменты Это час до десяти, подожди А то и до семи было Помните, как человечество страдало? Вот и протестные песни оттуда, понимаешь ли С восьми до десяти появлялись Ну что, свадьбу пять просили? Поехали, говоришь Ах, вы все закрыли, не везло След там хлеб, там приметь издалека Подлетел клювом, попал в стекло За стеклом ответила совадикад А невеста песня во всей красе Там женис не пьяным, еще лицом Мам, фото, на фото, не в фокусе Безымянный, чешется, вот кольцо А невеста песня во всей красе Там женис непьяным, еще лицо Мам, фото, на фото, не в фокусе Безымянный чешется под кольцом Сыплются чечоточка на парке И еще у деверя голос алмаз И уши практически по ноге Туфли, что надеванный первый раз Ах, невеста, песня, гуляет душа Ох, жених с нетрезвым уже лицом Да, чего ж свадебка хороша Першком жатве, чем горит кольцо Ах, невеста, песня, гуляет душа Ох, жених с нетрезвым уже лицом Да, чего ж свадебка хороша Першком жартичьем горит кольцо След от фотографии на стене Лампочка пылится под потолком Щелку незаклеенную в окне Убежала память, как молоко Где-то та невеста красавица Где-то тот для них, что еще не пьет Где-то та фото на твои лица Все закрыты по небу Все закрыты по небу Все закрыты по небу Все закрыты по небу Кольца Старый дом, где вместо кресла Подоконники Приютил у телевизора окна Полночь за полночь, а я сижу спокойненько Наблюдаю, как меняется луна Только что было серпом, уже без молота А теперь, как неразмененный пятак Только что мы были счастливы Молоды А теперь уже, теперь уже не так Отсюда увозили нас Сюда нас возвращали Отсюда мы уехали Приехали сюда Поехали с орехами Скакали с калачами Бултык и в ямку канули И годы, и года Бултык и в ямку канули И годы, и года За окном мелькают кадры Старые хроники Наши лица проплывают стороной Все мы вместе Все орлята, все соколики И вихры нам приминают дождь грибной Каждый вечен, каждый учен Каждый стоящий Зубы мелкие, но острые уже Далеко еще Ах, как же далеко еще Под оконок на четвертого этажа Отсюда увозили нас Сюда нас возвращали Отсюда мы уехали Приехали сюда Поехали с орехами Скакали с калачами Бултык и в ямку канули И годы, и года Бултык и в ямку канули И годы, и года На стене другой рукой Та же формула Именно другие Правенство одно Что-то помнится из фильма Вело-черного Что-то доброе, но прямо как в кино Словно годы пролетели Будто не были Где-то рядом Просто выше этажом Жаль Что сказка как была Осталась не в лею Да где она Дорожка в этот дом Ночь полночь А окна звезды сигаретные Соколята-марята Не до сна Лезут в голову Вопросы безответные Расстраивала душу Чёртова луна Загудела голова Пустая звольница За окошком дождь Не старой мороси То ли где-то тихо капает Бессонница То ли бьют Незаведённые часы Отсюда возили нас Сюда нас возвращали Отсюда мы уехали Приехали сюда А ехали с орехами Скакали с калачами Бултых и в ямку Кранули годы и года Бултых и в ямку Кранули и годы и года Спасибо Евгений Григорьев Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.